Доброе утро. Утро начинается с приучения Жени к горшку. Первое, что делаем, это просыпаемся, садимся и писать. Да, Женя? Всем привет еще раз. Мне захотелось для себя на память сделать такое видео, которое бы показало нашу обычную неделю, как это происходит в последние полгода. Начинаю я с воскресенья. По воскресеньям мы обычно ездим в магазины. Как правило, это продуктовый, но в этот раз было немножко по-другому. Мы пришли в Окею купить себе штор. Женя что-то не очень доволен. Этот магазин, помимо прочего, хорош еще и тем, что у него есть игровая, куда мы благополучно издали Варю, чтобы ей не было скучно с нами ходить по торговым рядам. А мы, в свою очередь, могли бы спокойно посмотреть и выбрать то, что нам нужно. Сейчас у нас уже вторая половина ноября, а с конца октября началась предрождественская вакханалия, что ли. Все вокруг украшено, продаются всякие украшения, продаются подарки. В общем, все готовятся к Рождеству. Во время еженедельной закупки мы обедаем, как правило, в торговом центре. Но Женя была слишком мне в настроении, видать, ей хотелось спать, поэтому мы поехали домой. Обед дома и Жене на дневной сон я показывать не буду. Покажу сразу, как мы вышли прогуляться после обеда и запустили нашего нового воздушного змея. Это уже третий змей, которого мы покупаем. Первые два были очень недорогие, купленные здесь. И они никак не хотели взлетать и держаться в воздухе, несмотря даже на достаточно сильные ветра. А вот этот, купленный на ebay, очень такой достойный экземпляр. Подняв змея повыше в небо и убедившись, что он там держится достаточно хорошо, Андрей передает управление Варе. Но ей же тоже очень хочется подержать, попускать змея. А вот это мы уже дома высыпали на пол наши запасы Lego Classic конструктора, и каждый собирает свою собственную поделку. Женя собирать еще не умеет, но она нашла, чем себя развлечь. Собрали сегодня автомобиль, гиперкар, с четырехцилиндровым двигателем оппозитным, с полером-антикрылом, кабиной поднимающейся вот так вот, практически, как по Ламборгини, двумя выжатными трубами, ну, собственно, солидная уже получилась, солидная поделка. На обед мы вышли в кафе рядом с домом, вот оно новое, мы решили попробовать, видите, даже сейчас цветы стоят на открытии, а вот там идут и плачут Женя. Пока я делаю заказ, Андрей гулял с мамой. Можно мне чуть-чуть попить, какой-то помню? Чуть-чуть только. У азиатов принято вот такие букеты, которые немного похожи на наши похоронные, выставлять, когда только открывается какое-то заведение, либо когда что-то торжественное происходит. В общем, это праздничный вариант, а не трау. Вот наша еда. Варя любит лапшу, ну, как сказать, любит. Это просто одно из немногого, что она ест. Поэтому мы заказали суп, из него достаем лапшу. К нему все такое мясо шло. Это Андрею. Он лапшой из вареного супа кормит еще и Женю. Это мне рис. Ты любишь что? Рис. Да, вот. Супчик хочешь? Кто любит пасту? Еще, мальчик, качай. Мальчик. Толя, ты же зал вончик? Судя. Судя. Варечка, расскажи, что у вас сегодня в школе будет. У нас сегодня в школе будет, чтобы все приносили свою мишку. А зачем приносить мишку? Потому что сегодня есть секс-пай. И что вы будете делать с этими мишками? Пикник. Будете делать пикник, поэтому нужно мишку взять, потому что будет пикник с мишкой, да? Да. Покажи своего мишку. Ой, его так не видно, зайчик. Вот он. А где ты взяла такого мишку хорошего? Давно. Когда я была в конкурсе. Хе-хе-хе-хе-хе. А тетя к маме убежала, и она мне еще не подойдет. За вот этой вот металлической дверью в так называемом холе каждый понедельник для учащихся младших классов нашей школы проводят собрание, на котором рассказывают планы на неделю и вручают награды очередным умным ученикам. После того, как я отвела Варю в школу и мы вернулись домой, я обычно выпускаю немножко погулять с Женей, чтобы она могла побегать именно там, где ей хочется. Вот у нас не очень хорошие соседи прямо из магазина забирают тележки и не возвращают обратно, хотя до магазина тут вот я разворачиваюсь и вот она площадь. Не хорошо пустыхают. Одно из первых моих видео было снято именно вот на этой площадке, я еще была беременна с Женей, Варя играла и я рассказывала, что очень сильно хочу жить именно в этом районе и теперь мы тут и живем, это так замечательно. Ручки грязные, давай вытру. Женя у нас не сказать, что большой любитель детских площадок, она предпочитает бежать вперед, не разбирая дороги. Говоря в школе, я варю суп, чтобы были на обед и нам на ужин. Полторы школьных четверти Варя отходила на занятия танцами, вторую четверть мы не доходили, потому что, как вы видите на видео, Варя заниматься не хотела вообще. Мы с учителями пробовали разные виды уговоров и манипуляций, но потом я поняла, что раз она не хочет настолько сильно, то не нужно давить, возможно найдем что-то другое. Вот тут вот они показывают родителям танец, с которым должны выступать в конце учебного года на таком шоу, на достаточно большой сцене, которую арендует организаторы, родители должны платить за участие. Варе очень нравится выступать на сцене и платья яркие, красивые ей нравятся, но даже это не убедило ее хорошо заниматься на тренировках и она сказала, что ходить не будет. Когда я предложила закончить со всем с танцами, она с радостью согласилась и была в принципе счастлива. Не могу сказать, что это решение далось мне легко, но глядя на ее энтузиазм, в принципе я понимаю, что оно было правильно. Танцы мне нравились не только потому, что они проходили в школе и не нужно было никуда ехать, а еще и потому, что во время варенной тренировки я могла общаться со своей подругой, которая тоже водит сюда детей. После школы мы вышли немножко погулять. Смотри, Варя, она хочет взять тебя за ручку. Вот так. Значит, не ходи туда. Папа уходит на работу. Женя, иди папу поцелуй. Женя! Иди ко мне! Иди, Варюша. Женя, иди поцелуй папу. Я положила Женя на дневной сон. Поэтому пока что у меня есть время, я немного позанимаюсь английским. Нужно вспоминать самое элементарное. У меня даже осталось немного времени. Я попробую пройти хотя бы один тест по АНЦУ. После школы мы каждый день идем домой читать английское и украинское. А сейчас ты что пишешь? Я буду уже читать Мануэль и Диди украинскую сказку. Заполонить Мануэль и Диди блаженно посовеют петровым кущим. А Женя своими делами занимается, пока мы с Варей занимаемся уроками. Женечка, а что ты делаешь? Так, теперь играть. Так, теперь играть. Если Андрей вечером приходит с работы не сильно поздно, у меня есть возможность самой выйти в магазин. Находится очень близко. Вот наш дом. А вот уже стенка магазина. То есть только перейти дорогу. На ужин я хочу приготовить это блюдо, поэтому пришла сразу со списком в магазин и буду все брать, что мне надо. Еда готова. Это порция на двоих. А перед сном, когда дети наконец-то уложены, мы смотрим сериал. Сейчас это Силиконовая долина. В среду после урока рисования Варя ужинает блинами. Она очень любит всякие ритуалы, повторяющие все действия. И также она очень любит блины. Поэтому вот мы отвели ее в школу, погуляли немножко. И сейчас я приготовлю блины, чтобы когда мы вернемся с занятий, они уже были... И их надо было просто разогреть. По средам после школы у Вари и рисования. Урок длится чуть больше часа. И ходим мы уже третью четверть. Впервые я ездила с Варей и Женей на автобусе, но потом психанула и забрала на этот день машину у Андрея. Пока Варя на своем уроке рисования, мы с Женей приходим в торговый парк. Сюда прииграть. Это плохая погода, но там за сквериком торговый центр. И там есть детская тоже зона. Ходим туда, когда в такую погоду. Мне очень нравится, как у Вари получается рисовать. Да и сам процесс она очень любит. И несмотря на то, что урок длится больше часа, это единственное из занятий, на которые она всегда ходит. Если не с радостью, то хотя бы без сильного сопротивления. Покажи. Красная накидка на Варе это защита от краски, потому что те краски, которые используются на уроке, от одежды не отстирываются. В один из дней я засняла и торговый центр, в который мы ходим гулять в плохую погоду. Вот он сзади Жени на видео. А это уже мы в другой день зашли во внутрь по делам. И там Женя увидела животных. Ее восторг просто не передать словами. Вареные уроки проходят в китайском районе, а мы с Андреем очень любим китайскую еду, поэтому каждый раз я захожу в один из ресторанчиков, в магазинах. И покупают кто-то домой на ужин. Это свиные ушки салат из свиных ушей. Как вариант в Рыбном можно купить вот уже готовую рыбу, а там сырая продается дальше. На витрине готовая. Вот это метро. Станьте, старое здание, проехала. А вот слева тут мясное, мясной магазин. Я покупаю там обычный язык за копейки свиной. Магазин по продаже часов соседствует вот с секонд-хендом. Вот тут можно и поесть, и взять с собой на вынос. Всякие колбасы. Но они не вкусные, мы тут покупали. А тут продают выпечку. Еще очень много всяких с напитками, всякими чаями, сладкими, кофе. И напоследок покажу вам парочку работ сваренной школы рисования. Раз в четверть они рисуют не в альбоме, а на конве. Вот это три такие у нас уже есть. Это вторая. Сейчас покажу первую. Вот эта картина была самая-самая первая. А вот мои куклы. Пока.